В основном, в религиозном разнообразии нашей страны, именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из-за этого, полагаю, и следует исходить, формируя программы общего образования по таким учебным предметам, как русский язык и язык народа, государственный язык Республики Российской Федерации. Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники. Их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано. Следует участие особенности восприятия мышления нынешней молодежи и, конечно, на возможности государственной информационной системы Национальный словарный фонд. Она начнет работать уже со следующего 2025 года. Решение о создании этой крайне востребованной базы данных продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний о канонических нормах, правилах современного русского литературного языка. Такой общедоступный ресурс, как и словари в целом, нужен и тем, кто связан со словом своей профессиональной и общественной деятельности. Педагогам, студентам, школьникам и представителям государственной власти, нашим законодателям на всех уровнях. Еще одна важная тема – преподавание русского языка и литературы на Донбассе и в Новороссии. Я рад приветствовать в новом составе Совета творческих деятелей и педагогов из наших исторических регионов. Сейчас там активно строятся, модернизируются многие социально значимые объекты, в том числе учебные заведения. Считаю, что кабинеты русской словесности должны оснащаться всем необходимым, приоритетным порядком. Обращаю на это внимание Министерство посвящения, органов власти всех уровней, общественных организаций, наших предприятий и компаний, которые помогают с обустройством школ. Кроме того, будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведения наших прославленных литераторов. Вместе с тем, мы понимаем, что познание языка, воспитание культуры, речи начинается еще с дошкольного возраста. Дома, в семье и огромную роль здесь играет детская книга. Ее значение для полноценного развития личности просто неоценим. Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению в наших традициях. Давайте вместе подумаем, как помочь родителям, бабушкам, дедушкам наполнить свои домашние библиотеки доброй, умной и качественно изнанной детской литературой. Хотел бы также узнать ваше мнение, какая дополнительная поддержка необходима и государственным детским библиотекам. Такие библиотеки – это уникальное достояние России. Прошу глав регионов активнее помогать библиотекам с пополнением фондов, ремонтом и оборудованием, расширением площадей. Не раз говорил, что наша задача создать на базе таких библиотек настоящие центры просвещения, воспитания, культурной и общественной жизни. Прежде всего, в сельских территориях и в малых городах. Для ребят точками притяжения, пространством знаний, а педагоги и библиотекари – авторитетными, знающими, наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе. Они могут ввести программы дополнительного образования, стать организаторами мероприятий, связанных с актуальными событиями и памятными датами. Такими, к примеру, как юбилей Александра Сергеевича Пушкина, создателя русского литературного языка и основ современной речи. В этом году по случаю 225-летия со дня рождения великого поэта состоялось много ярких форумов, акций, программ. Убеждён, что проекты, посвящённые творчеству гениев отечественной словесности, должны проводиться на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества. Так ещё в недавнем прошлом были популярны востребованы чтецкие программы, когда известные актёры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар на шведских концертах или площадках в выездных литературе. Нужно возвратить эту практику, прежде всего в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи, в силённых лет впитывали красоту и образное богатство родного языка. Уверен, обновлённое общество знания с готовностью будет работать по этим программам, использовать для этого свои возросшие возможности. При этом отмечу, что для воспитания подрастающего поколения важна не только литературная классика, но и в наши дни создаётся немало произведений, сочетающих высокую художественную ценность и гражданскую позицию. Надо поддерживать талантовых авторов, которые в своём творчестве обращаются к событиям нашего времени и к его подлинным героям. Нужно помогать их произведениям обрести своего читателя, причём и на родине, и за рубежом, в том числе используя возможности российских культурно-просветительских центров, которые открыты во многих странах мира. Просил бы членов нашего совета вместе с Министерством иностранных дел проанализировать деятельность этих организаций и помочь выстроить их работу более системно, качественно, с учётом долгосрочных интересов России, наших планов по расширению международного сотрудничества со странами мирового большинства. Добавлю, что также активно нужно работать и с гражданскими обществами, с литератами, деятелями культуры, в том числе те государства, включая Европу, правящие элиты которых проводят открытую антироссийскую политику. Это не отменяет наших добрых отношений с людьми, которые живут в этих странах. Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых одарённых русистов. Граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом. Зачастую в весьма сложных условиях они работают. Это хорошая идея, я её полностью поддерживаю. Предлагаю присвоить стипендии имя выдающегося филолога и лингвиста профессора Вербицкой. Замечательный педагог, учёный, настоящий подвижник Людмила Алексеевна была одним из инициаторов создания Совета по русскому языку. Преемником этой структуры является наш вновь образованный совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он призван стать основным координатором межведомственного взаимодействия в этой сфере, а также в решении задачи укрепления позиций русского языка в мире. Надо обеспечить все возможные условия тем, кто хочет ближе узнать нашу страну, выучить наш язык. И здесь хотел бы обратиться Миноборнауки. Для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку. Чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявление сразу в несколько вузов, эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны. Я прошу решить эту задачу. Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учётом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения. В том числе выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Прошу коллег представить соответствующие предложения. Ну и в заключение о правовом регулировании в сфере языковой политики. Закон о языках народов России Российской Федерации был принят ещё в 1991 году и, очевидно, нуждается в существенной переработке, начиная от создания официального реестра этих языков до приведения закона в чёткое соответствие современными реалиями, действующими законодательствами. Повторю, поддержка русского языка и его продвижение в мире, сохранение языков всех народов России играют для нашей многонациональной страны первостепенную роль. И должны иметь соответствующее обеспечение. Правовое, ресурсное и, конечно же, содержательное, смысловое. Прошу администрацию президента и совет сформулировать базовые, стратегические цели и направления этой важнейшей сферы и подготовить проект основ политики, государственной политики в этом направлении. Давайте перейдём к работе. Слово Елене Александровне Непольской. Прошу, Елене Александровне. Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович. Дорогие коллеги, прежде всего, позвольте сердечно поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за возможность поделиться предложениями в области поддержки и продвижения русского языка и языков народов Российской Федерации. Совет по реализации государственной политики в данной сфере был образован вашим указом 22 августа нынешнего года. За минувшие месяцы постарались с коллегами провести такую интенсивную работу, чтобы как можно быстрее заняться конкретными делами. Благодарим вас за расширение полномочий Совета, понимаем свою ответственность. Особенно важно, что вопросом ведения Совета отнесена теперь поддержка не только русского языка, но и других языков нашей многонациональной страны. Поставленные вами задачи создания единого реестра таких языков и совершенствования законодательства в нашей сфере, безусловно, станут одним из приоритетов деятельности Совета. В России, где самобытные культуры никогда не пытались переплавить в неком котле, где искренне ценили уникальность каждого народа, к национальным языкам исторически принято относиться к с уважением. Мы твердо знаем, что каждый язык бесценен, а русский при этом является родным для всех граждан России. Как вы, Владимир Владимирович, неоднократно подчеркивали, русский язык ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей национальной страны. Действительно, если национальные языки помогают сохраняться этносом, то русский сплачивает этносы в единый народ, разнообразный по крови, но неделимый по духу. Русский был и остается языком, на котором говорит душа нашего народа. Не зря русский язык одновременные средства и цель. Средства коммуникации, как это положено, языку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И цель, за которой наш народ веками проливал кровь. Это действительно очень важно, что с нами сегодня наши коллеги из Донбасса и Новороссии. Каждый десятый член нашего совета представляют высоединившиеся с Россией регионы. Мы будем учиться у них любви к русскому языку и мужеству его отстаивания. Более трех миллионов российских школьников на данный момент изучают на уроках языки народов Российской Федерации. По-моему, это просто удвоение счастья, когда у тебя два родных языка. А русский сегодня, как и в исторической перспективе, остается макро-посредником, обеспечивающим единство, согласие и развитие страны. Горячо приветствуем, Владимир Владимирович, ваше предложение не противопоставлять, пусть даже формально, в школьной программе понятия русский и родной. Россия равняется родина, русский равняется родной. При этом существующие учебные пособия по предмету родной русский язык содержат немало увлекательных фактов о происхождении, становлении, трансформации языка. А живой интерес он ведь как магнит, которому знания сами притягиваются. И, на мой взгляд, эти сведения должны стать частью единой государственной линейки учебников по русскому языку. Создание такой линейки, причем в рамках всего курса русской словесности, то есть во взаимосвязи русского языка и литературы, как вы справедливо заметили, задача назревшая, готовы участвовать в реализации. Спасибо, Владимир Владимирович, за ваши слова о детских книгах. Будущий читатель, он начинается не с выученной азбуки, он начинается со сказок, которые тебе читают мама или бабушка, с иллюстрации, которые ты разглядываешь из-за папиного плеча. Подобное мгновение бесценное, но всегда запоминается, что литература — это волшебный мир, куда тебя за руку вели самые близкие люди. Детские книги — это не только прочтение. В первую очередь это про семью. Именно поэтому они так важны. Живите, государь мои, люди русские, в ладу со своей старой сказкой. Чудная вещь — старая сказка. Горе тому, у кого ее не будет под старостью, говорил наш классик Николай Семенович Лисков. Уверена, что сегодня тема детской книги и ее качество и доступность будет коллегами обязательно поднята, как и вопрос развития специализированных детских библиотек, школьных библиотек, а также возрождение в полном объеме читательских программ, о чем вы, Владимир Владимирович, уже сказали. Эта практика организационно не сложна, но очень эффективна и многое дает ребятам. Мы помним об этом по своему школьному детству. Кроме того, как вы справедливо заметили, существуют дети с иностранным гражданством или уже граждане Российской Федерации, которые слабо владеют русским языком. Это негативно сказывается на их уровне освоения школьной программы, и что совершенно недопустимо на успеваемости их одноклассников. Абсолютно согласна с вашим предложением, что работать с такими детьми надо по единому федеральному алгоритму. Позвольте предположить, что подобный алгоритм должен включать в себя обязательную диагностику владения языком и по ее итогам сопровождение конкретного ребенка до тех пор, пока он не владеет русским, в объеме необходимого для освоения школьной программы. Насколько я знаю, система такого сопровождения готова разработать в Министерстве просвещения Российской Федерации. Мне кажется, было бы хорошо, чтобы она охватывала все ступени общего образования, включая дошкольное. Чем раньше мы начнем с ребенком работать, тем меньше проблем впоследствии у нас возникнет всего адаптации и социализации. Не могу не коснуться еще одной важной темы. Засилие вокруг нас англицизмов, транслитов и латиниц. Среди задач по защите и поддержке русского языка как государственного вы, Владимир Владимирович, прямо обозначили. Противодействие излишнему использованию иностранной лексики. Очищение нашего языка чрезмерно заимствований происходит не впервые. Подобные санитарные процедуры в истории повторялись регулярно, и подобный момент снова настает. Речь не о запретительстве, не о дремучем охранительстве, от которого вы нас предостерегали. Конечно, никому в голову не придет отменять иностранные языки или запрещать классическую европейскую культуру. Мне кажется, Россия вообще сейчас является единственной ее достойной наследницей. Это не о запрете иностранного. Это о возвращении родного языка на то место, которое он по праву должен занимать. Долой коверкинги языка. Долой эту повальную латинизацию нашей среды. В бытность работы в Государственной Думе мной с коллегами был разработан соответствующий закон о проекте. Он до сих пор на рассмотрение не выносился. Надеюсь, это однажды произойдет. Однако нормативного решения здесь все-таки недостаточно. Надо сделать русский язык в хорошем смысле модным среди молодежи. Подойти к этой задаче с фантазией, без занудства. Например, мне кажется, имеет смысл подумать над такой молодежной игрой, скажи по-русски. Кто точнее выразится на родном языке? Кто найдет больше синонимов? Когда человек поймет, что для какого-нибудь сленгового, там, чилить, флексить, извините, кринжовый, В русском языке есть десятки обозначений, множество образных и смысловых нюансов, что русский, изъясняясь по-молодежному, невразимо крут, может быть, это и станет началом того самого интереса к родному языку, от интереса до любви, особенно у молодых, как известно, один шаг. Вообще важно заботиться о том, что любят наши дети. Ибо эту любовь человек проносит потом через всю жизнь. Речь, праздники, музыка, образы, герои. Именно поэтому, в соответствии с вашим указанием, Владимир Владимирович, мы с движением первых и обществом знания готовимся объявить общероссийский конкурс создателей и производителей отечественных игр и игрушек под названием «Родная игрушка». Конкурс стартует в ближайшее время, будет поделен на несколько этапов. Рассчитываем привлечь всех неравнодушных и творческих граждан страны, у которых есть идеи игрушек на основе наших этических и эстетических традиций. Потом с помощью экспертов детей родители отберем наиболее оригинальные, и провести лучшие модели надо до производства игрушек, дел серьезное. И уверен, что, кстати, к нам поступит немало идей игр и игрушек, связанных с русским языком. Более того, позвольте добавить, что и следовые дизайнеры сегодня проектируют массу интереснейших арт-объектов на основе кириллицы. Так можно вписать символику родного языка в общественное пространство, творчески подойти к оформлению наших городов и поселков, формируя национально ориентированную среду. Это направление мы также предлагаем поддерживать. Знаю, что коллеги будут поднимать сегодня важнейшую тему продвижения русского языка за рубежом. Систематизация и повышение эффективности этой работы, о чем вы только что сказали. Русский становится языком духовно-здорового мира, выразителем тех человеческих, семейных, нравственных ценностей, которые не нуждаются в переводе. Русский сегодня — это язык сохранения человеческого в человеке. Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, отдельно остановились на мероприятиях, посвященных юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Дня нацистов, с которыми сегодня бьется Россия, корюжит лютая ненависть к трем главным духовным противникам. Православие, победа и великая русская культура с ее вершиной в лице Пушкина — вот чего они боятся, как черти латана. Но лишь только очищается наша земля, и снова звонят колокола, зажигается вечный огонь, восстанавливаются памятники, звучит великое русское слово, и будет звучать во веки веков, чему, надеюсь, послужат и основы государственной языковой политики, за разработку которых мы с радостью и с огромной благодарностью за такое поручение немедленно возьмемся. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Деренка Константиновна Сергеевна. Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета. Добрый день. Что означает быть грамотным в 21 веке? В начале прошлого столетия беспрецедентная программа ликвидации безграмотности предполагала необходимость научить людей читать, писать и считать. Сейчас это понятие стало существенно шире. Сегодня быть грамотным означает быть коммуникативно-компетентным, понимать тексты разного уровня сложности, анализировать и интерпретировать информацию, формулировать свои мысли понятным языком как письменно, так и устно. И в век информационных технологий эти умения становятся критически важным и необходимым условием для прогрования гармоничной личности, а также залогом реализации. Мы очень долго шли к этому. Вспоминая годы, когда наши территории были в составе Украины, и все преподавание велось на украинском языке, несмотря на то, что Луганщина преимущественно русскоговорящая, с начала 1990-х годов количество часов на изучение русского языка было ограничено. Один-два урока русского языка в неделю в каждом классе. А предмета литература не существовало. Была зарубежная литература, и мы должны были изучать произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского в украинских переводах, что не передавало истинного слога русского автора, а, откровенно говоря, искажало его. Хочу отметить, что начиная с лета 2022 года преподаватели русского языка и литературы Луганской народной республики имели возможность пройти курсы по изучению и внедрению в работу в ГОСОВ. Учителей радушно приняли в городах Ростов-на-Дону, Пятигорск, где ведущие специалисты Академии Министерства просвещения, преподаватели вузов и Школы Российской Федерации делились с нами опытом работы и учили нас новому формату выпускных экзаменов. Огромная благодарность Академии Минпросвещения РФ за организацию этого взаимодействия. И уже сегодня наши ученики – активные участники Олимпиады по русскому языку и литературе на платформе «Сириус», участники творческих конкурсов «Тотального диктанта». С 2022 года над каждым городом ЛНР взяли шефства крупные города России. Например, у Краснодона шефский регион Тюменская область, у Луганска – Москва. Благодаря шефской помощи обновился библиотечный фонд. Также по вашему отдельному поручению все наши школьные библиотеки в начале 2023-2024 учебного года получили прекрасный подарок – художественную литературу. О, пять экземпляров книг, трехстан наименований, классика, поэзия, произведения зарубежных авторов для разных возрастных категорий. Огромное спасибо за этот дар, ведь с 1991 года в нашей библиотеке не было поступлений подобной литературы. Сегодня на территории нашей республики с успехом реализуется федеральный проект «Лица дружбы», где в рамках заключенных соглашений со школами-побратимами Российской Федерации ребята имеют возможность пообщаться на родном русском языке со своими сверстниками, участвовать в различных совместных творческих программах, акциях, педагогических родительских форумах, телемостах, конкурсах стихов и получать много интересной информации. В школах республики проводятся капитальные ремонты. Их оснащают современным компьютерным оборудованием, дидактическим и методическим материалами, строятся новые спортивные площадки. Чего требуется еще? Таблиц для изучения правил русского языка, портретов, наглядных пособий, мультимедийных проекторов и досок, принтеров, чтобы распечатывать раздаточный материал. Спасибо, Владимир Владимирович, за то, что оснащение кабинетов русского языка и литературы считаете приоритетным. Непростым моментом для обсуждения являются школьные учебники. Наши образовательные учреждения обеспечены учебной литературой на 100%, но требуется обновление фондов. На данный момент образовательные организации получили учебники по истории для 10-11 классов в рамках программы «Единый учебник», что значительно улучшает качество подготовки к урокам. И сейчас мы с нетерпением ждем выхода государственных учебников по русскому языку и литературе. Это станет знаковым событием для нас. Отдельно хочется сказать, что население Луганской народной республики неоднородно. Кроме того, что оно всегда было многонационально, не во всех населенных пунктах говорят на русском языке. В большей степени это касается территории, вернувшихся в состав ЛНР после 1922 года. Например, это в Белокуратинском, Меловском, Старобельском районах, где люди исторически говорили на Суржике. С 2014 года русский язык там и вовсе убрали из школьной программы. И до 2022 года дети не имели возможности его изучать. Что же происходит там сейчас? Учителя украинского языка прошли переподготовку. Это 500 часов по владению методикой преподавания русского языка. Получается, что эти педагоги сами сейчас учатся в правильном владении формах русского языка. А многие школьники начали учить русский язык кто-то с первого, кто-то с пятого, кто-то с десятого класса. Возможно, на этих территориях есть смысл при библиотеках, клубах организовать культурные центры с условным названием «Говорим по-русски», где проводились бы концерты, встречи с литераторами, конкурсы членцов. Являясь сегодня частью Большой России и находясь в едином образовательном пространстве, наши дети, наконец, изучают русский язык и литературу в достаточном объеме. Хотя хотелось бы в старших 9-11 классах иметь дополнительные часы русского языка, которые так необходимы нашим учащимся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Также, учитывая особенности новых регионов, хочется внести предложение о расширении тематики программ внеурочной деятельности, которые будут способствовать более глубокому изучению русского языка. И немного о программе по-литературе. События, происходящие сегодня, находят отражение в произведениях современных писателей. Хотелось бы, чтобы стихотворения и проза о событиях в Донбассе, о защитниках и героях СВО были именно в школьной программе по-литературе. Безусловно, это должен быть очень серьезный отбор. Необходимы сильные и грамотные тексты с учетом возраста читателя и воспитательного воздействия на него. Это сложная, кропотливая работа, но она очень важна в первую очередь для воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения. Как житель города Краснодона, также хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то, что роман о подвигах наших юных ребят из организации «Молодая гвардия», Роман Хадеева, был включен в школьную программу по-литературе. Для нас это большая гордость и радость. В продолжение темы я хочу поделиться своей работой. Чтобы сохранить память о героях-семьяках, более двух лет подбирала произведения для сборника и «Молодая гвардия» в строю, решая эту задачу как учитель и как литератор. Здесь и произведения давно известны читателю, и те, в которых выражен современный взгляд на деятельность подпольщиков, и уникальные материалы, практически нигде не издававшиеся. В книге же очевидцы и участники, составителя которой я тоже являюсь, представлены произведения о событиях в Донбассе с 2014 года. Обе эти книги есть во всех школьных библиотеках города Краснодона и Краснодонского района, и они очень востребованы. Такая литература нужна учителям и учащихся. От наших педагогов я часто слышу слова благодарности за эти сборники. Это подтверждает мою мысль о том, что аналогичные произведения обязательно должны быть в школьной программе. И в завершение хочу сказать, что, несмотря на все трудности, преподаватели русского языка Луганской Народной Республики очень любят свой предмет, гордятся им и делают все возможное, чтобы русская речь была чистой, многогранной, глубокой, образной. И с любовью передаем свои знания делям. Спасибо. Спасибо большое. Денис Геннадьев, вы сейчас рассказали о том, что было с русским языком в предыдущие годы и в предыдущие даже несколько десятилетий. Я хотел бы напомнить, что после образования Советского Союза коммунистическая партия начала проводить политику так называемой хоренизации. Наверняка вы это хорошо знаете. Когда в Донецкой и Луганской агломерации насильно, прямо вот насильно заставляли изучать русский, заставляли изучать украинский язык людей, которые в украинском никогда не говорили и считали своим родным языком русский язык. Украинский язык, насколько я понимаю, очень родственный язык русскому языку. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, так же, как и вся украинская культура. Но эта политика к организации, она проводилась достаточно агрессивно, настойчиво. Повторю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считались родным своим языком русским. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два с половиной года назад Вот в этом году трехлетие Будем праздновать специальную военную операцию Двадцать третьего февраля Будет трехлетие Вот началась она чуть меньше трех лет назад Вот И Данный человечек Он как бы всегда говорил по-русски Он Он не знал, понимаете Не знал украинский Я просто лично смотрел стримы человека Потому что Нас связывают узкие интересы Узкие интересы под названием Старкрафт 2 Вселенная Старкрафт 2 Киберспорт Старкрафт 2 Не важно какие слова тут подбирать И вот данный человечек Три года назад Не знал Украинский язык, понимаете Не говорил на украинском языке Он говорил На русском языке На котором я сейчас с вами разговариваю Прошло Какое-то количество времени Ну три года прошло Ну еще трех лет не прошло Начало специальной военной операции Прошло два с половиной года И что мы видим? Мы видим влияние Пропаганды на человечка Я понимаю, что это нормально Что Как бы если ты живешь на Украине Это нормально занимать сторону Украины А если ты живешь в России А если ты живешь в России То нормально занимать сторону России Это логично и нормально и супер классно Ну это стандарт Это Ну так бы поступил любой здравомыслящий человек Вот Но мы как бы возвращаемся к словам Владимира Владимировича Собственно Владимир Владимирович, ты был прав Вот у меня, видите, картиночка Путин прав А А Потому что Владимир Владимирович Говорит, что оно все навязано Их насильно Заставляют Учить Украинский язык Вот вам человечек Который просто Три года назад Ни слова Ну не то чтобы ни слова Ну просто Не говорил по-украински Потом вот эти два года Я наблюдался Ну там жил Там Сям Ну жил рядом с Украиной Жил Сейчас в Сибири живу Я зам родом из Сибири Жил в Таганру Не важно Ну жил, короче, рядом с Украиной Не судьба Мы сейчас не о том, где я жил Мы сейчас о том, что Человечек Просто за Первый год специальной военной операции Выучил украинский язык Начал гнать на Россию Выучил украинский язык Начал на украинском языке Гнать на Россию Как настоящий Преданный Украинский Человек Все, ребята У меня мама Мама проснулась У нас проблема Хьюстон У нас проблема Хьюстон Хьюстон У нас проблема Мама Закрывает меня Надо так говорить Собственно Вот такая история Собственно Человечек То есть ему просто навязали это Но я вам не сказки выдумывал Вы понимаете Я вам делюсь своим опытом Который я пронаблюдал То есть я любил человека Мне нравился украинский игрок Старкрафт 2 Старкрафт 2 Я смотрел его видео Учился у него играть Старкрафт 2 Понимаете Учился думать Как он думает Ну вообще-то Это так называется В том плане Что в Старкрафте Есть такое понятие Как mind games Игры разума Ну это когда ты Как бы наблюдаешь Как человек играет И стараешься Перенять его стиль Ну Образ игры Вот А теперь все А теперь куда дел Где человечек А теперь нет Я не знаю Есть он Нет Вот в Википедии Ничего не написано У нас как бы война идет На планете Ребята Если это Без шуточек И собственно вот И вот Прошел год Прошло два Ну там Какое-то время Неважно И все И человечек уже Вместо русского Говорит исключительно На украинском Россию естественно Он не поддерживает Поддерживает Украину Ну я уже говорил Что это абсолютно нормально И все И вот такая вот ситуация Поэтому Путин прав Что как бы Насильно Заставили изучить Я не хочу Понимаете Не хочу Никого обидеть Не хочу никого оскорбить Не хочу гнать на Украину Но вот 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 Живой пример Я вам привожу Вот факты Ладно Все ребята Я завершу стрим Пока что Главное Немножко расслабиться Вон мама Сейчас будет Мама Будет ругать Все ребята Продолжим В следующих сериях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...